Подсудимый будет находиться в СИЗО до конца процесса. Дело могло бы завершиться и раньше, если бы парень не подался бега. Он длительное время скрывался от правосудия, но все же был найден и в принудительном порядке доставлен в суд. Дело Арынова сейчас находится в судебном делопроизводстве. Он в данный момент находится в следственном изоляторе. На 24 число назначено очередное слушание. Ну а когда предполагается завершение этого судебного процесса? Я думаю, до конца этого месяца уже все завершится. Напомним, в апреле прошлого года группа молодых людей устроила на христианском кладбище погром. 18 памятников было разрушено, 15 человек написали заявление. Родственников трех усопших найти так и не смогли. Общий же ущерб оценивался в сумму больше миллиона тенге. На суде, признав свою вину, подсудимый изначально взялся за восстановление памятников, но надолго его не хватило. Часть памятника восстановлена, часть не восстановлена. Та денежная компенсация тем людям, которые уже восстановили эти памятники, до сих пор не было начата даже выплачиваться. До исчезновения подсудимого некоторые из пострадавших были готовы к примирению. Как теперь будет обстоять дело, покажет продолжение судебного процесса. Сергей Павленко, Константин Усупов, Кирилл Мачалин, информационная служба, телекомпания ОТРАР.